МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа СТВ на телеканале СКАД, в студии Павел Овчинников. И в начале коротко о главных темах. При всех тем мизерных административных штрафах, я думаю, что они должны выписываться огромными пачками. Наказать виновных, помочь добросовестным. В губернской думе обсуждали проблемы предпринимательского сообщества. Для меня очень интересно. Я люблю работать с компьютером. Самарским инвалидам помогают трудоустроиться. Для них в регионе создаются новые рабочие места. У нас уже есть от школы стипендии, поэтому это дополнительная. Талантам нужно помогать. Юные дарования получили поощрительные стипендии. Помочь предпринимателям легальным и наказать нелегальных. А также укропнение муниципальных образований Самарской области. Эти вопросы рассмотрели депутаты губернанской думы на внеочередном заседании. Какие решения были приняты, расскажем в репортаже нашей съемочной группы из областного законодательного собрания. Незаконное предпринимательство в условиях бюджетного дефицита должно быть сведено к минимуму. В этом уверены и органы власти, и предпринимательское сообщество. Об этом рассказал депутатому полномоченный по правам предпринимателей в Самарской области. Незаконный предприниматель, который начинает работать, он, понятно, к нему налоговый не идет, потому что у них нет оснований. Все проверяющие не идут в том, что нет оснований. А все его риски заключаются в 2,5 тысячи рублей. При всех тем мизерных административных штрафах, ну, я думаю, что они должны выписываться огромными пачками. Евгений Борисов также отметил, что предприниматели жалуются на слишком высокие цены за коммунальные услуги и кадастровую стоимость земли, которая больше, чем в других регионах. Для решения последней проблемы уже создана рабочая группа, которая в сентябре объявит свое решение, снижать стоимость земли или нет. Кроме того, на законодательном уровне принято решение об укропнении сельских поселений в муниципальных районах Безенчукский, Исоклинский, Клявлинский и Шанталинский. Вместо 15 образований станет 7. Мы должны были принять закон, принять порядок избрания представительного органа и первых глав этих муниципальных образований. С учетом того, что эти выборы состоятся в сентябре, нам необходимо было до 23 числа принять этот закон. В результате жители этих вновь образованных поселений смогут реализовать свое избирательное право. Максим Остриков, Эдуард Растегаев, СТВ. В Самаре перекладывают теплотрассу на пересечении улиц Дебенко и Карбышево. Проезжая часть на этом участке дороги перекрыта. Это плановые работы. Будет заменено около 50 метров теплотрассы. В частности, будет проложена труба большего размера, что позволит улучшить зимний гидравлический режим. Предыдущая конструкция отработала свой нормативный срок. Ее уже более четверти века. Все работы ведутся по новым технологиям, чтобы в дальнейшем устранять все неполадки без вскрытия проезжей части. Также стоит отметить, что жители близлежащих домов без горячей воды в связи с работами по перекладке теплотрассы не останутся. Неудобства жителям связаны только с тем, что мы перекрыли проезжую часть. Соответственно, непосредственно обеспечение ГВС жителей близлежащих домов организовано. Подрядчиком установлены проглушки. ГВС включена по схеме закольцовки. И все потребители здесь у нас с горячим доснабжением находятся. Самарским инвалидам помогут трудоустроиться. Для них в регионе создаются новые рабочие места. Траты на их организацию берет государство. Кроме того, с этого года действует новая программа, по которой работодатели возмещается и заработная плата сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. В Самарской гуманитарной академии трудится пять инвалидов. Подробности в сюжете нашего корреспондента Александра Семенова. Антон Шейкин трудится в отделе довузовской подготовки. Работает с базами абитуриентов, переводит их данные в электронный вид. Со своими задачами он справляется на отлично. У руководителей ни одной претензии к новому сотруднику. Для меня очень интересно. Я люблю работу с компьютером. В принципе, я этим хотел заниматься в свое время. Поэтому мне это интересно. В Самарском регионе создаются рабочие места для инвалидов. Государство на их организацию выделяет средства. От 65 до 100 тысяч рублей. Для офисных работников закупаются компьютеры и оргтехника. Для заводов станки. Самарская гуманитарная академия. Одно из первых приняла к себе на работу инвалидов. Они нуждаются в социальной какой-то среде. Чтобы они чувствовали себя действительно полноценными людьми. Каковыми они, кстати, и являются. Поэтому общение очень важно для них. И им очень важно, что нам нравится, как они работают. Что они действительно все хорошо выполняют. Государство оказывает поддержку работодателям, которые трудоустраивают инвалидов. С этого года действует новая специальная программа. Предприятие, организация, где работает инвалид, обращается к нам в службу занятости. И мы возмещаем полностью все расходы на заработную плату. До конца года. Ежемесячно. Если брать по суммам, то это 11 200 рублей. Ежемесячно. Это с учетом налогов. Мы возмещаем. Только по итогам прошлого года за счет государственных средств было трудоустроено около 500 инвалидов. Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья будет продолжаться и дальше. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. И смотрите во второй части нашего выпуска. Это все, наверное, то, что идет от души. Жизнь в шоколаде. В Самаре открылась выставка вкусных работ известного российского шоколатья. Одаренным детям и талантливой молодежи присуждены стипендии городского округа Самара. Все они достигли больших успехов в творчестве, науке, спорте. Прославили наш город на конкурсах и соревнованиях самых высоких уровней. К слову, часть стипендиатов как среди представителей творческого направления, так и спортсменов. Это дети с ограниченными возможностями здоровья. Экспертной комиссией было довольно непросто из сотни претендентов на стипендию отобрать лучших. По словам специалистов, с каждым годом уровень кандидатов заметно растет. Стипендиатами становятся не только победители областных, всероссийских и международных состязаний, а также юные исследователи и разработчики социально значимых проектов. Это действительно гордость нашего города, гордость нашей губернии. Ведь вопросом поддержки талантливой молодежи к этим вопросам мы обращаемся постоянно. Но это теперь и общегосударственная задача, которая поставлена и президентом Российской Федерации, и губернатором Самарской области. Талантливая молодежь постоянно находится под особым вниманием городских властей. Ведь в современных условиях проявить себя непросто. Кроме способностей и таланта необходима воля, настойчивость, поддержка педагогов, родителей и, конечно же, местных властей. В общей сложности обладателями поощрительной стипендии за 4 года стало более 200 молодых людей. Очень важно, что наше сегодняшнее награждение, наше сегодняшнее мероприятие проходит в преддверии Дня России. Потому что чем суверенитет определяется любого государства? Суверенитет любого государства определяется людьми. Людьми талантливыми, людьми патриотами. Сами ребята признаются, что получить материальное вознаграждение за свой труд столь же приятно, как и призовые места. У нас уже есть от школы стипендии, поэтому это как дополнительное. Скорее, как приятный бонус. В течение года все ребята будут ежемесячно получать по 5000 рублей. Городские власти рассчитывают, что эта поддержка поможет молодым самарцам в приобретении музыкальных инструментов, спортинвентаря, сценических костюмов. Позволит принять участие в фестивалях и соревнованиях за пределами города. Петерина Колтаевская, Николай Сидоров, СТВ. О других значимых событиях расскажем в нашем видеообзоре. Особо одаренные смогут получать второе высшее образование в сфере искусства бесплатно. Речь идет о драматургии, театральной режиссуре, операторском мастерстве в кино и на телевидении, о некоторых других специальностях. Чтобы заручиться грантом, кандидаты должны быть гражданами России, уже иметь одно высшее образование и в рамках конкурса доказать комиссии свои достоинства. Засчитываются награды, звания и премии. Абитуриент вправе выбрать бакалавриат, специалитет или магистратуру. Возможно, уже в этом году творческие вузы смогут принять 20 человек. В год обучение будет обходиться в среднем в 220 тысяч рублей. Нарушение контракта грозит штрафом и возвратом гранта. Сезонный подъем численности и активности клещей в губернии случаев инфекционных заболеваний после укуса опасных членистоногих в этом году пока не было. Но количество клещей, инфицированных энцефалитом и боррелиозом, выросло. Примерно у каждого пятого клеща выявляется вирус энцефалита, сообщила главный эпидемиолог Самарской области Татьяна Трусова. Если все же не удалось избежать атаки клещей, рекомендуют обратиться в поликлинику или травмпункт после укуса. Врач грамотно извлечет клеща и оценит риск заражения. Членистоногого исследуют в региональном эпицентре. И в случае опасности пациенту придется пройти лечение. Охотникам самое время подготовиться к новому порядку выдачи разрешений. Он будет действовать 17 июня этого года, сообщает областной департамент охоты и рыболовства. Это связано с вступлением в силу федерального приказа Министерства природных ресурсов и экологии о порядке оформления разрешения на добычу охотничьих ресурсов – птиц, медведей, копытных и пушных животных. Новые правила все же мягче. Они обязывают предъявить только охотничий билет единого федерального образца. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. Но разрешения, выданные до 17 июня, будут действительны, пока не истекут указанные в них сроки. Жизнь в шоколаде. В Самаре открылась выставка вкусных работ известного шоколате Николая Попова. Более 200 натуралистичных экспонатов разместили в выставочном зале музея Алабина. Столица региона стала 12-м городом в российском турне первого в мире переездного шоколадного музея. Подробности у Анастасии Шамшуриной. Первое, что бросается в глаза на выставке, шоколадная Эйфелева башня. На то, чтобы создать двухметровую скульптуру весом 45 килограммов, ушло более 500 плиток сладкого материала. Самым сложным, признается автор работ, было найти форму для этого шедевра. Это напоминание о Франции, в которой Николай Попов в свое время учился кондитерскому делу. Первый в мире переездной шоколадный музей работает два года. За это время бывало всякое. У нас была ситуация, когда ребенок, зал не был закрытый. В данном случае у нас все витрины за стеклом, это очень приятно и хорошо. В некоторых залах просто у нас есть веревочка, но ребенок перелез, пытался фотографироваться, присесть, сел на башню. Конечно, нарукнуло, конечно, через неделю мы сделали новую, но такой курьез был. Все экспонаты съедобны. Чтобы шоколад не портился, скульптуры перевозят в специальных машинах. Температура воздуха при этом не должна превышать 25 градусов летом и минус 5 зимой. В Самару доехали в целости и невредимости. Здесь и яйца Фаберже, и 40-килограммовый рояль, а на одной из картин красуется Одрих Хэбберн. Посмотрела все, конечно, очень больше впечатлила. Это пирамида и Эйфелева башня. С шоколадом на «ты» Николай более 10 лет. За это время успел открыть музеи в Симферополе и Ереване. Это все, наверное, то, что идет от души. Это работа художника, работа скульптора. Наверное, все вместе. Не мозг, что я не учился на художника, я не учился на скульптора. Но она идет изнутри и хочется вот, ну, откуда-то выходит. Выставка продлится в музее Алабина до 13 августа. Анастасия Шамшурина, Дорфа-Сигай, Филипп Корецкий, СТВ. Ну а о наиболее важных событиях в спортивной жизни региона расскажет Александр Семенов. Хоккеисты Толиатинской лады в июле начнут подготовку к новому сезону. В начале игроки пройдут медосмотр, потом будут тренироваться в Тольятти. А вторую половину июля пройдут в Латвии, где примут участие в учебно-тренировочном сборе. Лада сыграет в двух турнирах. С 1 по 7 августа в Нижнем Новгороде на Кубке губернатора, где соперниками автозаводцев станут команды «Нефтехимик», «Локомотив», «Акбар», «Салават Юлаев» и местная «Торпеда». А с 15 по 18 августа в традиционном клубном турнире Кубок Лада, который пройдет в Тольятти, чемпионат континентальной хоккейной лиги стартует 24 августа. Анастасия Павлюченкова и сербка Елена Янкович прошли во второй раунд парного турнира в Голландии. В первом круге турнира они оказались сильнее немки Татьяны Мария и австрийки Сандри Клеменшиц. 6-3, 6-0. Матч продолжался 51 минуту. В то же время определилась соперница Павлюченковой в первом круге одиночного разряда турнира. Ею станет американская теннисистка Мария Санчес. В межсезонье крылья советов проведут зарубежные сборы, сыграют в ЦСКА. Тренерский штаб нашей команды во главе с Франком Веркаутераном определился со сроками проведения летних сборов. Волжане соберутся в Самаре 21 июня. Несколько дней они будут тренироваться на клубной базе. 27 июня запланирован вылет на зарубежный сбор, который пройдет в двух странах – Бельгии и Голландии. После возвращения крылья проведут контрольный матч. Он состоится в Москве, где 11 июля наша команда сыграет с ЦСКА. Заключительный этап подготовки к сезону крылья проведут в Самаре. Моя часть выпуска завершена, но далее еще один сюжет – прогноз погоды и программа «Абзац» Дениса Сарова. В завершение выпуска напомню адрес сайта георгия Лиманского. Читайте наши новости первыми в социальных сетях в группах «СКАД СТВ Самара». Ну и, конечно, заходите на сайт телерадиокомпании «СКАД». Я же с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго. До свидания. Будьте здоровы. Семейный праздник, ремонт в квартире, горящая путевка. А в вашей жизни бывают непредвиденные ситуации, когда срочно нужны деньги до зарплаты. Получить краткосрочный займ в компании «Быстрые деньги» просто, быстро и удобно. Прийти в офис, оставить онлайн-заявку на нашем сайте быстроденьги.ру, либо позвонить по телефону горячей линии. Для оформления вам необходим при себе только паспорт. Определить оптимальную для вас сумму займа, срок и сумму к возврату поможет специалист в офисе или онлайн-калькулятор. Никаких скрытых комиссий. Вам сразу назовут окончательную сумму к возврату, озвучат проценты, напомнят дату платежа и расскажут, как избежать просрочки при невозможности погасить долг вовремя. Всегда можно погасить займ раньше оговоренного в договоре срока, оплатив при этом только проценты за фактический срок пользования деньгами. Ранее оформлял заявку в офисе. Потом сотрудники подсказали, что это можно сделать с помощью сайта. Попробовал, очень удобно. Я пользуюсь, ну и друзьям всегда советую. Приходите и сами убедитесь, что получить займ в быстрые деньги быстро, просто и удобно.